Национальный центр физики и математики создали в 2021 году по поручению президента при активном участии ядерного центра. Определена и начала реализовываться научная программа НЦФМ, включающая 10 направлений. В уходящем году прошел второй набор филиал МГУ. Сегодня в нем обучаются около 100 магистрантов по трем направлениям физики и математики. В следующем году состоится первый выпуск специалистов. Большинство из них планирует пойти на работу в ФИАЦ в НЕФ. Все студенты закреплены за соответствующими руководителями. От каждого направления есть руководители у студентов. Ну и сегодня порядка 37 из вот этих 47 студентов, 37 уже заявили о своем желании остаться в нашем ядерном центре. В планах к 2025 году набрать 400 студентов и аспирантов, а к 2030 увеличить эту цифру до тысячи. О развитии кадрового потенциала градообразующего предприятия на пресс-конференции по итогам года рассказал директор ФИАЦ в НЕФ Валентин Костюков. 913 человек в этом году приняли на работу в ядерный центр. Из них 433 – это специалисты в возрасте до 35 лет, в том числе 250 – молодые специалисты. 40% трудоустроенных окончили в ВОЗы ПФО, 38% – САРФТИ. САРФТИ с ее 38-40% объемом поступающих молодых специалистов сюда, в НЕФ, является нашим очень серьезным партнером в этой части. И мы и дальше будем поддерживать, так сказать, это направление, связанное с развитием филиала НЕЯУ-МИФИ в САРОИ. По словам Валентина Костюкова, вектор развития РФИАЦ в НЕФ остается прежним – обеспечение гарантированного ядерного сдерживания и ответы на вызовы и угрозы других стран. Получили дальнейшее развитие флагманские цифровые продукты госкорпорации «Русатом», разработанные в РФИАЦ в НЕФ. В 2022 году пакет программ суперкомпьютерного моделирования и инженерного анализа «Логос» поставлен в 79 организаций. Модуль «Логос» платформа признан лучшим в области цифрового импортозамещения. На что я хотел бы обратить внимание, что вдобавок и рост научного потенциала, пять докторских диссертаций текущего года – это отличный результат, который дает нам возможность, дает нам возможность достаточно серьезно смотреть в будущее. РФИАЦ в НЕФ традиционно становится победителем и призером различных научно-технических конференций, конкурсов и выставок. В выходящем году разработки ядерного центра получили 9 золотых, 2 серебряные и 1 бронзовую медали. Рассказал Валентин Костюков и об итогах реализации социальных программ, медицинских, жилищных, поддержки неработающих пенсионеров в санаторно-курортном лечении. Отдельно хотел бы отметить отдых детей, работников в детских лагерях отдыха. За год их отдохнуло почти 2400 человек. И в НЕФ на сегодняшний день единственная структура в Росатоме, которая имеет и организует отдых детей в трех лагерях, которые расположены в Нижегородской области и в Мордовской республике. Коснулись на встрече с журналистами и вопроса освоения северных территорий. Напомним, к Сарову присоединили порядка 700 гектаров лесного фонда. Город рассматривает эту территорию для жилищного строительства, пояснил глава города Алексей Сафонов. Максимальная вместимость территории – около 25 тысяч жителей. Понятно, что после того, как мы закончим вопросы планировки, дальше будут обсчитаны социальные аспекты, также будут посчитаны необходимые объекты инженерной инфраструктуры, после которого все необходимые программы будут созданы и внесены в адресные инвестиционные планы города. Ну и, соответственно, дальше по вопросам финансирования и освоения мы приступим уже непосредственно к застройке территории. Завершили встречу обсуждением итогов акции «Елка желаний».